На протяжении трёх лет НОВа удерживает титул несокрушимой команды во всём мире мобильного пабга. В 2020-м они забирают для себя первое место на PMGC 2020, через год – PMGC 2021. И Na'Vi в обновлённом составе, без ладобоя, подбираются к НОВе всё ближе, но всё равно занимают всего лишь второе место, а команда НОВа снова на первом. В этом году Тигзи пообещал дать рваншной, и всё было хорошо до последнего момента. Гранаты все они куда-то, все они куда-то в никуда залетают. Друзья, вампиры начинают уже подкручивать по правую сторону, правда сюда фарфлакс подтягиваются, начинают тоже там спреить со своего фланга. Чем временем Матик, Матик, Матик добивается, двое участников команды HVP остаётся, причём один ещё в НОКИ. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, для HVVP, судя по всему, это... Это... Конечно, это. Конечно. Ну, так и можно сказать, Соник остался, тут Соник вряд ли что-то наживёт. Слишком ранний тайминг, 17-ая минута, ещё, по сути, ничего интересного на карте-то и не происходит. И HVP уже в соло, ну, поживёт ещё какое-то время, окей, но на фраге уже явно не стоит рассчитывать. После этого команда вынуждена играть дальше и проходить по нижней сетке, но этого у команды не получается сделать. Игроки, на которых была надежда всего СНГ и региона, уезжают домой, ждать следующий сезон по МПЛ. И вот только спустя месяц стартует долгожданный гранд-финал по МГЦ 2022. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Призовый фон всего турнира 4 миллиона долларов, а вот призовый фон гранд-финала ещё полтора миллиона долларов. Тим лист на экране, давайте уже посмотрим, что подготовил нам 2023 год в своём самом начале. 7 матчей сегодня будет, включая шоу-матч перед основными матчами. Запасайтесь чем-нибудь очень вкусным, благо с нового года чего-нибудь досталось. И первый матч, поехали. Первым будет шоу-матч, и это немного не то, что было на старт-челленже в Арабии. Если там было всего две команды, то здесь их будет все 64. Да-да-да, это соло-шоу-матч. Но какое же это шоу, когда это соло? Вот и я тоже не понял. Сколько это тише какая-то в топ-10 попало? Два игрока новой, два игрока в ВПМ и почти фулка фарфлуксов. В конце остался только Ревен Клоу из ВПМ, Май Нейм из Бурррамов и Соулес из Фолифлаксов. Ревен Клоу лег за машину и думал, что всех обманул. Но Соулеса не обманешь. Он найдет тебе где угодно и когда угодно. В ситуации один-один они поменялись местами. Первый сначала бегал, второй лежал. Теперь наоборот это будет. Один будет бегать, а второй лежать. Блак девятая зона полежать тебе не даст. Соулес чисто по инфе выбегает и забирает соперника. А потом еще и три штуки долларов за соло-шоу-матч. Но мы здесь собрались не ради него, а ради того, чтобы посмотреть как Нова в вечерной раз затащит свой титул, защитит его. Поэтому погнали уже к основным матчам. Матч только-только начался, а я уже чувствую запах пота. Потому что это турнир, к которому команды шли и готовились весь год. Разлетка от Квэрри до Мультипауэра. А вот центр зоны вот здесь. Пока Айчиси защищает свою яму, Гикей влетает в кемкнове. Совсем что ли крыша поехала? Куда вы заехали? Это тебе Нова, а не Нави там какие-нибудь. А все-все, файл уже закончился. Потому что Руди последний. Ну вот про бой как-то забойтили и отправили в нокаут. А пока тиммейт бежал, чтобы спасти его, подъезжает Флайк. Который с первой же попытки закидывает топовую Хаешку. Который отправляет новую готовиться к следующему матчу. Бедняжки Форреймы тоже пытаются выживать. Их со всех сторон душат соперники из команды ДРСов. Еще и СТЕ на подсосе. Динг Чен последний в будке сидит. У него даже вебка запотела от того, как он сам посеет. Спустя пару минут игроки АЕ направились в сторону последнего игрока Форреемов. А уже подумал, что ему хана. Но Динг Чен вырубает сначала первого. А потом и второго помогает ему вырубить игрок из команды СТУДЖИ. И мы еще посмотрим, кому хана в итоге. Уже топ-5, а игрок Форреем до сих пор живой. Единственный в соло, кстати. А у Туальфа Цен живы два игрока. Зато больше 7 киллов у них. Пока какие-то команды подыхают от зоны. Кто-то сидел в кемпе. А кто-то команды какие-то файдились. Под руку попал и последний игрок Форреемов. И вот после кучи разменов, последний игрок из СТУДЖИ ХАМСИ бежит добивать последнего игрока команды Инку. Но как жаль, что супер крутой пик с ДБСки от Виталия. Мы уже наблюдаем за тем, как ДРСы бегут занимать топ-1 для себя. Так вот же он еще... Для кого же еще-то? Вы думали, Виталик всех заклачет? Я уверен, что клачи будет достаточно на этом турнире. Поэтому никуда не торопимся. На второй карте разлет от Лос-Хигаса до Торри Ахумада из зоны на новую. Да и ты с ДРС так и подумал. Нахренней ваши матчи. И полетел я отсюда. Играйте там сами. Турки, конечно, хорошо играют с Олона Нового в сквадах. Пока что очень плохо. Потому что они выбрали неправильную яму. И тут же теряют первого. А чуть позже, когда тиммейты Форреемов подъехали. Тирают и второго игрока, и свои команды. После чего, наверное, недолго, думая, сваливают. Потому что Нова уже здесь, неподалеку. Чуть позже. В эту же яму заезжают и Эстуджи. Ну а куда им деваться, если зона сюда ушла? Но поймав сначала два нока. Потом и отваливаются все вместе дружно. А помимо них, в этой же яме находится еще и ВПМ. Которым тоже, блин, не сидится. Первый, потом второй нок. Последний игрок остается там. Но его Тидукеи оформляют для себя с минника. У Форреемов уже 9 килов. И им все еще мало. Они идут пушить инку. Но вот гдут Ксяо. Взрывается на хаешке соперника. А потом WWX горает на молотове соперника. Дингчан остается последний. И пытается закидывать хаешки. Но какая-то шальная голова ему сквозь текстуру залетает. И вот он уже в лобби. Поробой находит сначала Федерала в смоках. Затем делает вид, что не палится. И пытается прошить смоки. А потом... Расса! И наводится прямо туда, где сидит игрок Бурерамов. И это не читы, вы хотите сказать? Ну, Джимми придумал, конечно, на машине доехать до будки, где сидит соперник. Кое-как доехал, конечно, но быстро его смели. А Поробой от скуки умер. Потому что на радаре видит всех соперников. Но пострелять не по кому. Ну... И вот это кис от зоны. В топ-2 остаются те самые Инко против тех самых Альфа-Севен. И именно они тогда закрыли ЛЧВВП и не дали им пройти в финал. Как вы думаете, смогут ли они забрать для себя топ-1 на второй карте? И мой ответ? Ну, конечно же, не смогут. Самый опытный коллектив против посленовый, конечно же, сливает каким-то ботам ноунеймом. Довольные какие, вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой, распальцовка пошла какая-то. Вот вам, кстати, санук, если вдруг кто-то не перемотает эту карту. Ну, хотя перехиливать уже запретили. Поэтому, может быть, будет интересно. Опа, вот эта перебежка нас ожидает. Или не ожидает. Лоха П. Челик сидит и хилится в смоке, принимая своим лицом хаешки и молики. Перы пошел. Скрай нукается от Кинга. Но тут же ответка от Топа. И Джимми вырбает пику. А Парабой сидит за деревом и с легкостью находит ног по экшену. Топ последний будет выживать. Пока Луц оттреливал Кинга. Мика из Гикеев помог ему забрать Парабой. Таким образом, Джимми и Ордер остаются вдвоем. Но ненадолго, потому что через 30 секунд все тот же Мика вырбает еще и Ордера. Джимми последний перебегает за другую сторону камня. Чтобы его не убили в спину. Но его тут же и находит соперник. Топ-3 Фурремы очень сильно повезло. Что Альфа-Севен убили третью команду раньше, чем она убила их. Но и дело осталось за малым. Это убить Фурремов, когда те побегут в зону. Потому что у них ее не было. Вот он, Санук. Не слишком-то скучный был на этот раз. Хотя, когда челы перехиливают, было даже интереснее смотреть, как по мне. Хочу показать вам анимацию началом матча. Просто посмотрите на эту красоту. Ой-ой-ой, четвертый матч. Эрангель. Но рекламу телефонов пихнуть не забыли. Куда же без нее? Поехали смотреть дальше. Просто посмотрите на зарубу, которая происходит на гадке. На шестом кругу. А еще посмотрите на новую, которая даже в этой ситуации умудряется играть с плитом. Но вот, команда Волс идет пушить остатки Фурремов. Остатки сладкие, как говорится, и вот уже Гот Сяо. Отлетает от Джимми. В самой трешке остается только один WWX. И он уже вырубает первым. До этого, пока он выпрыгивает, Динг Чен вырубает Мемори. А Бьютифл отлетает от WWX. И только Ремембр смог остановить его. Через пару кругов выливанием Ордер дает ХЕ-шку по сопернику. Но в ответ на его тоже получает ХЕ-шку. Так отлетел в топ-6. В топ-2, втрое он боится пойти сольника искать. Господи-то боже мой, ему же прятаться негде. Просто на размены детей, и заберите его уже. Ну ладно, чел просто взял и сдох от Зоны. Да, довольно сидит. Зона затащила. Хорош, Зона, хорош. В этой матче разлетка на Мерамаре от Вальдемара до Эльзы Захара. А Зона решила свалить. Вообще, в Эльпоза уехала. Фурремы приняли решение закатить Варему. Но решение было не то, что плохое. Потому что только один из двух игроков доехал до места. То есть вероятность 50 на 50, грубо говоря. Но вот уже на следующий круг, пока Санс Ван лежит отдыхает, WWX безнадежно пытается перебежать дорогу до своего тиммейта. Но из этого ничего не выходит. В топ-3, если Ордер уже успел перебежать до Камаза, где уже есть Зона, то пробой этого сделать не дали. И Ордер остался соло против двойки из Волвс и Фуллсквада Фаерфлаксов. Ну вот, Ордер закидывает точную хаешку по кетчу. Отходит от укрытия. И его сносит игрок команды Волвс. Ситуация 2 в 4. И игрок уже все ближе и ближе к ангару. Но вот Зона от его тиммейта уходит, и Ремембрер остается один. Игроки разрисались, и вот на Ремембрер выходит Суалис. И это топ-1 для команды из Турции. Ну и шестой матч на сегодня. Разлетка от Примакска до Липовки, и Зона уходит на Ясную Поляну. Давайте уже смотреть. На третьем кругу Форемы и Нова спорят, кто из них лучше. Сейчас покажу, говорят Форемы, и идут выбивать Волвс из ямы. Но погибают за 10 секунд. Оно выговорит, что им за 10 секунд это очень много. Мы можем умереть быстрее. И умереть за 5 секунд. Смотрите, что я покажу. Все команды с 11 по 16 место до сих пор живы. А вот из 10, команды живы всего 2. Это прикол какой-то что ли? Как-то так получилось, что в топ-3 из ситуации 1, 3 и 2, игроки в каждой команде осталось только по одному. И поднять никто никого не может, потому что тиммейты находятся рядом с соперником. А еще потому, что это вам не папа не устоит. Соперников нанимать нельзя здесь. Лежит чилл в траве и смотрит, кто же победит. Точно победит не он, отвечает ему изъел. Выжибай первого. А потом их забирай для себя. Топ-1. Клачем 1 в 2. И это первый клач в этом финале. А я говорил, что клачей будет много. Вот вам, пожалуйста. Вот вам табличка. Бразильский киберспорт показал себе хорошие результаты сегодня. Сразу три команды занимают первые строчки. А вот китайский и турецкий киберспорт с 9 по 12 место сидит. Вкину я как-то такую информацию, пожалуй. Что будет со столом новым? Если вдруг они не попадут в тройку победителей, будут ли в них заменными в этой команде? Если будут, то какие именно? И все это мы узнаем через два дня.